windows 10 текущая операционная система для доступных компьютеров как я сказал есть новая сертификация для подготовки к этой сертификации выпустили новый курс имеют интересную нумерологию начинается с буковок н.д. но кто-то пытается использовать микрофон и даже видео это смотри появилась вот в принципе не микрофон не видел вам не нужен понадобится только изображение которое с моего компьютера транслируется для вас время 18.00 пора начинать меня зовут шевелев эдуард сегодня я отрабатываю с вами один вопрос из будущего курса md 100 т 2 0 который посвящен переносу пользовательских данных по сценарию у нас с вами есть старая машина которая располагается на клиенте 2 и коллега поставил нам задачу попросил перенести данные с этой старой машины на новую качестве новой машины будет выступать машина клиент 1 мы должны с вами это дело осуществить и так клиент 2 нам надо попасть туда и создать некие документы которые нам позволят потом проверить что миграция действительно проходит заходим на машину у нас здесь администратор пусть будет администратор задаем пароль мастеризованное слово паспорт и создаем на рабочем столе новый файл текстовый файл документ назовем его как-нибудь например тема файл вот я попадаю внутрь как проверить звук вы должны меня слушать на самом деле идут помехи даже честное слово я в классе один и кого неизвестно откуда у вас помехи появляются меня слышно раз два раз два числе картинка чисто видимо какая-то проблема скорости интернета я думаю это из-за этого перегрузить должно все восстановиться отлично тогда продолжаем итак сценарий мы должны с вами заменить машину в одного из наших коллег он предлагает скопировать всю его информацию и настройки со старой машины на новую качество старой машины вот видите клиент 2 я уже попал на рабочий стол плюс видите у нас тут уже кастомизация есть у нас программка notepad one note и браузер плюс нам нужно сделать какой-нибудь документ чтобы потом увидеть что действительно миграция данных произошла мы с вами создаем новый текстовый файл давайте это сразу проделаем назовем его например демо файл мафан тексты далее содержимое файла какой-нибудь сохраняем этот документ сохранить оборвался сеанс идут гудки у меня все работает проверяйте в отключении шрифт крупнее блокноте пожалуйста давайте сделаем буркнее хотя нам не важно содержимое нам здесь важно что у нас просто будет свой собственный кастомизированный файл хватит настолько крупно сохраняем документ и закрываем его то есть принципе все что мы сейчас делаем это кастомизация рабочего стола то есть по сути создаем документы нашего пользователя которую надо потом перенести так далее далее у нас есть еще один сервер который называется london dc1 и мы его будем использовать как сервер на котором как раз развернут инструмент для миграции пользовательских данных то есть то что он называется user state migration tool для переноса берем делаем сетевой диск который будет смотреть как раз туда где находится это утилит можно посмотреть заранее как это все развернули машина london dc1 заходя внутрь и проверяем что там есть необходимый утилита возникает в общем то вопрос да откуда берется инструмент и smt на самом деле он входит пакет бесплатных программ assessment deployment toolkit тоже там есть плюс там есть дистрибутивы плюс там есть загружочный диск и все это называется баик то есть эти инструменты надо скачать и они держат свободном доступе на сайте microsoft так я захожу на сервер где уже было развернуто необходимое программное обеспечение сейчас посмотрим установлено но или нет проверяем проверяем так где-то здесь у нас вот в парке install находится видите уже установлены инструмент ну и соответственно файлы которые нам понадобятся в качестве промежуточного хранилища для миграции мы будем принципе использовать этот же сервер поэтому все готово для начала миграции идем на нашу машину где мы были клиент 2 то есть откуда надо перенести необходимые данные и создаем сетевой диск подключения так пошел админ срабатывает контроль и вот здесь я могу уже ввести соответствующую команду и так мне нужен сетевой диск для этого используйте летом нет включен use нет use дальше какая будет у нас буква диска присвоена этому сетевому диску сделанную брошу злой путь до наших исполняемых файлов машина это лондон дисси один дальше папка и все лежит в специальной директории под названием install 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 появилась смт user state migration toolkit команда выполнена успешно в итоге у меня появился нужный мне диск далее переходим на этот диск f и находясь уже внутри в принципе мы можем запускать программу которая начнет собирать с этой машины пользовательские данные утилита которую это делает имеет название scan state и где так стоит дальше показываем промежуточное хранилище куда будут переноситься пользовательские данные из клиента 2 это у нас сервер лондон дисси один папка лап файл апфайл апфайл реки не стал на для хранения промежуточной информации под названием migration store далее в этом хранилище указываем специально папку которая будет показывать что вся информация будет лежать именно с сервера с клиента лондон клиент 2 то есть машины с которой мы переносим данные и так название директория лондон клиент 2 дальше мы указываем два промежуточных файла которые могут использоваться для обозначение конкретно приложений точнее настроек приложений которые будут мигрировать это файл xml который называется миг аппп не имеет формат xml не имеет формат xml не имеет формат xml и еще один файл который определяет юзеров пользователей которые тоже мы будем включать в обработку этой утилиты и так можно указать конкретно пользователей которые вы хотите чтобы утилита отсканировала и собрала их информацию так ник юзер ник юзер xml замечательно запускаем и и и он выдает нам ошибку так проверяем проверяем что у нас сейчас есть так но у нас показывает утилита что мы здесь подключились клубина да вот я с людьми как раз мы тут еще почему у нас не работает утилита стан стоит все работает меня слышат и видят так так проверяем еще раз так файлы есть я их вижу дальше стрит стоит машина указываем где лежит хранилище это дисси один подкал подкал на файл на файл из стал мигришь и стура мигришь и стура мигришь и стура для машины лондон клиент 2 так и дальше в принципе два ключа нам надо это первый ключ показывает каких каких пользователей мы сюда будем включать еще один файлик это у нас юзеру файл называется миг юзер плюс параметр ок так начинается процесс миграции вот видите на цел в принципе все то же самое но на этот раз процесс миграции стартовал то есть витилит из констейт начинает собирать видите пользовательские данные и настройки приложений со всех аккаунтов пользователя которые находятся в этой машине так у нас промежуточное хранилище определено папка мигришь и стопы лондон клиент 2 и поэтому вся информация которая сейчас будет собрана она будет перемещена в это промежуточное хранилище дальше надо будет убедиться что новая машина которая у нас с вами поднято поднято и будет предоставлена нашему пользователю с помощью опять же другой утилиты другого другой программы получит всю информацию инструмент так и остается user state migration toolkit но у нас с вами там будет другая программа которая будет не сканировать пользовательские данные а наоборот будет их загружать на новую машину естественно процесс занимает какое-то время чем больше информации там находится в машине тем больше времени понадобится этой и телите чтобы перенести все эти данные и 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 Пока процесс миграции происходит, вопрос к вам, коллеги, слышно, видно, а то вот у меня последнее, что здесь написано в чате, о том, что оборвался сеанс и идут гудки. Так, процесс сканирования закончился, и теперь можно переходить на новую машину, куда потом наш пользователь пересядет. Итак, заходим на новую машину, которая у нас будет клиент 1. Модатум администратор. Вводим пароль для входа. Вот, находимся внутри, видим рабочий стол. Так, к нам еще до сих пор подсоединяются. Так, рабочий стол новой машины, это уже другой клиент. И обращаем внимание, что никакого демо-файла или программы OneNote, которая была расположена в панели задач, ничего нет. То есть, это дефолтная установленная система, дефолтная настройка. И теперь нам нужно сделать так, что пользовательские данные нашего коллеги мигрировали на эту машину. Запускаем инструмент USMT. На этот раз утилита будет называться LoadState. Делаем предварительно подключение сетевым диском к этому инструменту. То есть, опять же, она у нас установлена на DC1. Подключаемся туда. И создаем сетевой диск. Первое. Опять же, использую утилиту. Нет. С ключиком US. Нет US. Дальше указываем буковку диска, которая будет у нас назначена на наш сетевой диск. Пусть будет F. И далее указываем ONC путь до папки, где развернут наш USMT. Два обратных слыша. Машина. DC1. DC1. TAPCLAB Files. Files. Install. Install. In USMT. Команда выполнена успешно. У нас появляется сетевой диск. Буква назначили F. И у нас теперь есть возможность запускать необходимую нам программу. Который называется LOAD STATE. Переходим на диск. Проверяю, что я нахожусь внутри. Да, это тот самый развернутый USMT. И теперь мне нужен другой экзешник. Вот он здесь представлен с названием LOAD STATE. Указываем, где находится у нас с вами промежуточное хранилище для данных. Это машина London DC1. London DC1. Папка. Lab Files. Lab Files. Так. Сейчас. Далее. Install. Migration Store. Migration Store. Машина, с которой мы данные забирали, называлась у нас London Client 2. Далее мы указываем, какие настройки, каких приложений должны были мигрироваться. Это у нас отдельный файл. Отдельный файл. Формат файла XML. Плюс здесь же мы указываем пользователей, которые нужно переместить. Это отдельный файл, где они могут быть указаны. То есть импорт данных. Ключик I из файла MIGUser. Также XML. Мы можем с вами указать в случае необходимости пароль локального администратора, той машины. Для этого есть специальный ключ LAC. И указываем этот пароль. Он может понадобиться для работы системы. И последний ключ, который я указываю, исключить из переноса данных все данные, которые относятся к локальному администратору. То есть это ключик LAE. То есть всех пользователей, за исключением локальных администраторов. Запускаем. Стартует утилита LoadState и начинает собирать информацию с промежуточного хранилища, которую мы указали в строке после утилита LoadState. И, в общем-то, наблюдаем процесс переноса данных. Что мы должны в итоге получить? Кастомизированную всю информацию, которую пользователи оставили на рабочем станции Client2. Это у нас был демо-файл, плюс в панели задач у нас находился OneNote. Программа OneNote должна появиться здесь, так же, как и демо-файл на рабочем столе. Нам нужно будет проверить, что это действительно так. Но для того, чтобы увидеть изменения, которые произойдут, нам надо будет выйти из системы и зайти еще раз. Процесс загрузки нам показывают на экране. И, в принципе, весь процесс этот видим. То есть, примерно можно оценить, сколько времени это потребуется. Продолжение следует... Повторюсь еще раз, для тех, кто только недавно подошел. Все, что мы с вами сейчас рассматриваем, все это происходит в рамках нового курса, который посвящен администрированию десктопной операционной системы Windows 10 в рамках новой сертификации Microsoft, который называется современный администратор рабочих столов, Modern Desktop Administration. Поэтому, чтобы сдать сертификацию, соответственно, нужно попасть на вот этот новый курс, который имеет идентификатор MD100T00. Так, миграция у нас заканчивается. Подтверждение, видите, успешно. Код 0 возврата. И все. В общем-то, она показывает о том, что инструмент у нас закончил работу, и все должно быть. Но, в итоге, файл, я вижу, появился, но не вижу OneNote в панели задач. Для того, чтобы применились все эти новые изменения, я выхожу из системы Sign Out. И захожу еще раз под нашим аккаунтом администратора, администратора домена. Сейчас обновим у нас с вами, это веб-интерфейс. Он очень здорово сейчас вечером подтормаживает. Теперь подключаемся. Так, клиент 1. Клиент 1. Сделаем побольше экран. Так, ну что-то совсем как-то тут у него плохо. Ну ладно, давайте вот так тогда. И заходим внутрь клиента 1, из-под домена администратора. Итак, пароль. Пароль. Паспорт. И проверяем, что миграция была успешна. То есть, появляются те самые пользовательские данные, которые должны быть перенесены непосредственно утилитой USMT. Итак, демофайл. Это тот файл, который мы с вами создавали на машине клиент 2. Профили пользователя. И у панели задач OneNote. Таким образом, и пользовательские данные, и настройки приложений успешно мигрировали на новую машину. Вот таким образом можно осуществлять миграцию пользовательских данных. Спасибо всем большое, что подключились и посмотрели на этот небольшой пример. Всех, кого заинтересуют подробности или сертификация МДА, приходите на наши курсы. Ну, соответственно, будем делать вместе большое количество практических задач, которые идут по материалам этого курса МДА 100. Плюс, соответственно, спрашивают на экзамене по сертификации Microsoft. Современный рабочий стол. Все. Спасибо всем большое. До свидания. И до новых встреч. Всех жду на курсах. Приходите. Спасибо всем. До свидания. Я отключаюсь. До новых встреч. До новых встреч.